Виндранер, Алерия В долинах Источника Зимы, глубоко в лесу, на его зеленых полянах, Эльфийка, наделенная Сила Ветра, нашла свой дом. Алерия присоединилась к Сентинел по собственной воле после Войны Магов. Ее благословила сама Богиня Ветра. Ее стрелы не знают преград на своем пути. Она способна запрячь ветер и связать врагов бесплотными оковами. Воздушные потоки ускоряют ее шаги. Известно, что она может убивать своих врагов со слепительной скоростью, обрушивая на них шквал стрел. Несомненно, она достойный противник Скорж. Какой крип хороший стоит. Прям вообще качественно. О-о-о. О-па-ч-а. Сейчас еще Тинни придет. Ну, походу, тут можно и на вставочку. Хорошо. Тинни пришел опять на минусе. Да? 5 героев мид. 5 мид. Классика. Как хорошо, что я не тратил шекель. Шекель не тратил. Пало. Ну, нету, кстати. Надо драться с руки просто. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, 2х. Ой-ой-ой, 3х. Надо бежать. Волосы назад. Шторм мы провязали. О-о-о. Ах, убился с фокус фай. Забавничка. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, перед началом этого видео хотелось бы выделить вот-вот этих вот доблестных ребят, которые уже оформили спонсорскую подписку. Для того, чтобы понимать, что у нас делает спонсорская подписка, друзья, переходите по ссылке спонсорства и смотрите, какие левелы и какие есть бонусы. Спасибо, друзья, что поддерживаете. Всем от души. Ну, а что ж, сегодня у нас гайд на виндранер, а это значит, что сегодня мы узнаем, как работают у нее способности, как работает шеклшот, как работает пауэршот, как работает виндран и, конечно же, как работает фокус фая. Сегодня вы также узнаете, к какой роли у нас относится этот персонаж, ну и как, конечно, правильно его будет собрать. Если честно, тут билдов очень много можно подобрать, но, я думаю, мы разберемся. Что ж, друзья, переходим к теории, а потом пойдем на практику. Let's go. Итак, друзья, что ж, первая способность мы уже прокачали, хоткей у нас Е, эта способность немного специфична, она не наносит урона, это просто стан, а не наносит урона, давайте, значит, качать ее не будем. Правильно, не будем мы ее вообще качать, она не нужная способность, шучу, конечно, друзья. Что ж, хоткей у нас Е, дальность применения 800 единиц, давайте применим на горгон и посмотрим, что будет у нас происходить. Закидываем, и горгона получила микростанчик и почему-то не оглушилась у нас на полторы секунды, как написано здесь на первом уровне. Давайте разбираться, почему. Смотрите, данная способность имеет у нас минимальную и максимальную длительность оглушения, но при условиях, если оппонента не с кем связать, а именно данная способность связывать либо с деревом, либо с каким-либо существом, то тогда получает у нас оппонент и тот, с кем связали, получает стан именно равный уровню прокачки. Но если не с кем связывать, то, конечно же, 0.75 секунд оглушения у нас идет. Давайте закинем в Рубика. И, как вы видите, Рубик связался у нас с деревом, и это очень круто. Также можно связать еще вот так вот с Тускаром, и, конечно же, это тоже очень круто, потому что позволяет задизайблить двух игроков сразу же. Жалко, что нельзя направить на дерево и попробовать связать через дерево, но зато можно связать через скрипов. Это очень годно. Как я уже сказал, дальность применения этой способности 800 единиц, и дальность связывания у нас 575 единиц. То есть, сзади оппонента, на которого вы накидываете вот этот шекельшот, должно быть расстояние до дерева или до существа 575 единиц примерно. Вот видите, я течу сейчас при вас, и вот сейчас должно связать, а тогда не связывал. То есть, как видите, эта тема работает именно так. В линку эта способность у нас не кидается, к сожалению, но, как вы видели, через рубика я прошивал. Стоп, это линка баганая. Это, да, я ее даже не могу выкинуть. Позже чуть пропишу, и на поваршоте покажу. Хотя, давайте сейчас пропишем. Итем линк минус итем 219. Странная линка какая-то, она не рабочая. Вот это будет рабочая. Все, отлично. Смотрите, я смогу связать через Тускара персонажа, у которого есть линка. Как вы видите, это все прекрасно работает. Но в линку напрямую не кидается. Что ж, самое время поговорить у нас по уровням прокачки. Друзья, как я уже сказал, тут есть максимальная и минимальная длительность стана. Именно минимальная и максимальная. Так будет правильнее. И что ж, смотрите. На первом уровне полторы секунды у нас связки. На втором левеле 2.25, на третьем 3. И на четвертом 3.75 секунд связки. Это максимальное значение стана. Минимальная, конечно же, 0.75 в случае, если вы ни с кем не связали оппонента, в которого кидали шекельшот. Калдаун у нас этой способности 12 секунд. И монокос 90, 100, 110 и 120 единиц маны для того, чтобы связать или просто про микро станить какого-нибудь персонажа. Что ж, запомните. Это просто обычный стан, который имеет свою специфику привязки к дереву. Или же, конечно же, через юнитов или двух юнитов. Вот такая вот у нас тема. Ну и, конечно же, эту способность у нас тяжело избежать. То есть, если шекельшот так закидывается, то если вы попытаетесь отблинковаться, то у вас ничего не получится. От шекельшота нельзя отблинковаться. Но бывают такие баги, как вы видели. Три дерева и не связало. Мы отблинковались и не связало. Но, как вы видели, шекельшот полетел у нас за Рубиком. И это будет работать очень-очень простенько. Давайте я сейчас покажу, что можно сделать вот такую тему. То есть, допустим, Рубик у нас отблинковался и в него все равно полетело. Это очень сильная способность контрит шторма. Вот шторм летает постоянно. Если вы закидываете шекельшот и какие-нибудь рядом есть деревья, то шторма 100% у нас застанет. То есть, вот такая вот у нас тема. Ну что ж, друзья. По этой способности, в принципе, все. Специфичная способность, не правда ли? Ну давайте поговорим уже о второй способности. Итак, друзья. Что ж, следующая способность у нас немного специфична. Но постараюсь вам рассказать вкратце и как можно четче по данной способности. Ходкей у нас Р. Этой способности прокачали мы ее. И тут есть множество всяких нюансов, которые я вам сейчас постараюсь объяснить. Во-первых, эта способность имеет большую дистанцию. Во-вторых, эта способность натягивается. То есть, небольшой ченнелинг. Но это нельзя назвать ченнелингом, потому что эта способность не прерывается. Она сразу же, то есть, сбрасывается. Далее у нас тут есть определенное количество урона, в зависимости от юнитов, в которых полетела эта стрела. Ну и, конечно же, вижен, который у нас тут есть. Как видите, вот четыре нюансика, таких я выделил. Ну и что ж, давайте разбирать. Ходкей у нас Р. Дальность применения этой способности 2600 единиц. Огромнейшее расстояние у пауэршота. И что ж, давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Костанем и сразу же отпустим способность движения. Оп, полетела такая большая стрела и в конце вот здесь дает вижен на 3,5 секунды. И, как вы видели, во время полета тоже давала кратковременный вижен. И смотрите, какой здесь вижен у нас появился. 3,5 секунды дает вижена в конце этой стрелы. Это первый нюанс. При этом, как вы могли еще обратить внимание, рубит деревья в радиусе 125 единиц. А именно, радиус 125 единиц это массовое прохождение по юнитам и поражение юнита в радиусе 125 единиц. То есть, для того, чтобы нанести, можно вот так вот у нас закинуть. Но немного не хватило дистанции. Смотрите, то есть, вот здесь вот по-любому должно хватить. И вот я немножко увернулся. Просто хочется... Ну, так в любом случае летит в хитбокс. Уже и так понятно, что продамажит. Короче, радиус прохождения, вот поражения цели 125 единиц еще от этой стрелы. Ну и что ж, самые интересные нюансы, которые тут есть. Сейчас мы о них будем рассказывать. Смотрите, первый момент. Арул у нас это. Она будет у нас натягиваться во время произношения. Вот эта тема. Произношение идет у нас 1 секунду. То есть, мы можем сразу же отменить вот так вот Арул. Вот эту нашу. И, конечно же, оппонентам нанесется минимальное значение урона. Ну и как получить максимальное? Сейчас я вам тоже покажу. Мы должны максимально натянуть эту стрелу. Как вы видели, полностью анимация у нас произошла. И оппоненту нанесся вот такой вот урон. Как вы видите, вот такое большое количество хитпоинтов сняло. И вот такое. Разница, я думаю, ощутима. Просто визуально даже посмотреть. Давайте посмотрим еще раз. Когда я подготовлю стрелу и когда я не подготовлю стрелу. Смотрите, сколько сейчас нанесло урона. И сколько нанесет сейчас. Когда мы просто отменим движение. Как вы видите, все просто. Демеджа наносится меньше. А это значит, что если вы хотите продамажить оппонента как можно сильнее, вы должны натянуть эту стрелу. Но если оппонент у вас убегает от этой стрелы, то есть, он будет уворачиваться, вы можете сразу же отменить произношение этой способности бегом. Ну, просто, допустим, в сторону ПКМом. То есть, правая кнопка мыши. Отойти. И что ж, вот такая вот у нас способность. Друзья, я уже упомянул о большой дальности применения. А именно, 2600 единиц. Это очень большая дальность применения. То есть, вы можете находиться вообще очень далеко. И вот здесь аж прям вот отсюда, прям досюда продамажить. Это реально очень-очень круто. Что ж, о некоторых нюансах мы поговорили. О дальности применения поговорили. Поговорили о том, что сносит деревья. Поговорили о уроне. И что еще, о чем поговорили. И, конечно же, о натяжке мы тоже поговорили. И самое нужное теперь, что нам нужно вообще разобрать, это, смотрите, что данная стрела у нас будет наносить урон меньше, если будет проходить большое количество юнитов через эту стрелу. То есть, допустим, если вот так вот оппоненты будут стоять, и еще там будут крипы, то, естественно, урона будет наноситься меньше юнитам, которые находятся сзади. Давайте посмотрим вот эту табличечку. Вот она появляется. И что ж, как вы видите, один юнит на первом уровне получит 108 урона. Потом, ну, два юнита потом получат у нас 97. Шесть юнитов получат 64. И 10 получат 42 урона на первом уровне. То есть, на 10 юните, то есть, уже 10 юнит будет получать у нас не 108 урона, а 42. То есть, понимаете, как это работает? Когда стрела у нас, давайте я еще раз объясню. Когда стрела у нас летит вот так вот, первому юниту нанесется максимальное количество урона, которое вы произнесли. Второму юниту уже чуть-чуть поменьше. Третьему еще меньше. И при этом эта ара будет у нас почуть замедляться на 10%, как тут написано. На 10% будет замедляться. Начальная базовая скорость этой стрелы у нас 3000. И, соответственно, почуть она будет скорость уменьшаться. Ну и, конечно же, демеджа также будем наносить меньше. Уф! Вроде ничего не упустил. Ну и что ж. Давайте поговорим уже по уровням прокачки. Смотрите. На первом уровне 120 инициал демеджа. На втором 200. На третьем 280. На четвертом 360 урона будет наносить у нас повершот. И это очень большое количество урона на огромное расстояние, друзья. Калдаун с 9 секунд. И монокост 90, 100, 110 и 120 единиц маны. Друзья, это у нас магический урон на этой способности. Поэтому в БКБ худ и пайпы, конечно же, БКБ полностью заблокирует эту способность. А худ и пайп смягчит урон от этой способности. Друзья, в общем, давайте повторим еще раз нюансики на этой способности. Во-первых, что нужно знать. Это большая дальность применения. Второе. Срубает деревья. Третье. Дает вижен в конце и дает во время пролета вижен. Четвертое. У нас тут есть небольшая АОЕ-шечка. 125 единиц вокруг этой стрелы. Пятое. Это то, что эта способность у нас снижается по урону в случае, если очень много юнитов. Ну и, в принципе, это, я думаю, уже все. Это нужно держать. Ну и шестое. То, что нужно это натягивать, друзья. Да, по-моему, я это не сказал. Ну и что ж, давайте перейдем уже к виндрану, потому что о второй способности вы теперь заряжены и знаете намного больше, чем знали раньше. Поехали смотреть, что будет делать третья способность. Итак, теперь одна из самых любимых моих способностей, а именно виндранер. И, конечно же, что у нас делает эта способность? Конечно же, судя по названию, вы уже должны понимать, что что-то связанное с бегом, так как написано раннер. Что ж, давайте посмотрим, что у нас будет делать эта способность. Хотки у нас W, прокачали данную способность. Давайте прокачаем сразу в троечку. Хочется 5 секунд длительности этой способности по уровню прокачки чуть позже. И давайте заюзаем эту способность. Юзаем. И вот такая у нас анимация проигрывается. И какой-то пошел эффект, появляется статус. И мы можем бегать. Ребятки, не обязательно смотреть эту анимацию. Вы ее сразу же можете отменять движением. И как вы видите, происходит вот такой какой-то эффектик. И у нас герой очень быстро бегает. И все, действие закончилось. Друзья, тут есть несколько нюансов, которые нам нужно знать. Во-первых, эта способность будет замедлять оппонентов в радиусе 300 единиц, когда мы будем рядом с ними пробегать. То есть, допустим, давайте поставим Тускара на патруль. Вот так вот сделаем. И вот здесь вот пробежим. Смотрите, его замедлило как. Оп. И замедлило опять. Оп. Но это замедление у нас кратковременная задержка. 2 секунды. То есть, мы к нему подбегаем. На 2 секунды позже работает. Ну, на 1.5 плюс-минус. И, конечно же, после того, как мы отбегаем, также действие практически мгновенно заканчивается. То есть, тоже через секунду буквально. Вот такая вот тема. При этом, самый главный бонус, который у нас тут есть. Бонус не эмэса 50% вот этого. То есть, когда мы нажимаем виндран, мы получаем на 50% больше эмэса. Не про этот бонус я сейчас говорю. Самый главный бонус на этой способности это то, что все юниты, которые будут у нас атаковать нашего героя, соответственно, будут промахиваться во время того, как мы будем находиться в виндране. Это очень-очень, друзья, круто. Я считаю, что это реально очень годно. Ну и что ж, давайте посмотрим по уровням прокачки, что у нас тут будет даваться. Во-первых, у нас тут идет длительность. Во-вторых, замедление оппонентов в 300 АОЕ, которые будут у нас находиться рядом с бегущей виндрой. Смотрите, на первом уровне 8% слоу и 3 секунды длительности этой способности. На втором 16% слоу, 4 секунды длительности. На третьем 24% слоу и длительность 5 секунд. И на четвертом 30% слоу и, конечно же, 6 секунд длительности этой способности. При этом КД у нас 15, и монокост всегда соточка. Эта способность у нас не будет замедлять БКБшных юнитов. Вот такая вот у нас тема. Друзья, я также сказал, что тут дается бонус МС. Бонус МС дается на 50% этому юниту. Во время виндрана на 50% быстрее вы будете бегать. Ну и, конечно же, 100% промах, который законтрится у нас МКБшкой, друзья, также имеет место быть. 100% уклонение у виндры с третьей способности это просто годная тема. Это годная тема. Ну и вот так вот вы можете убегать. При этом еще, когда вы будете убегать, вы замедлите оппонента. Блин, и вы настолько быстрые. Блин, столько фишек дает эта способность. Я не знаю, я кайфую с этой способностью. И, конечно же, на практике вы уже это увидите, как я пользуюсь этой способностью. Блин, мне по кайфу с этой способностью. Не знаю, а вам? То есть, 100% промах и, блин, и 50% бега. Ну это же нереально. Просто нереально. При этом еще и оппонентов замедлить в 300 ое. Ой, ладно. В общем, по этой способности все рассказал, друзья. Качайте обязательно эту способность. Качайте банки еще. И, конечно же, пойдем смотреть, что у нас делает фокус фая. Итак, самое время, конечно же, друзья, у нас поговорить о еще одной способности и нужной способности на нашем персонаже. Это, конечно же, фокус фа. Это сфокусированное какое-то внесение дэмэджа в одну цель. Либо это будет тавер, либо это будет юнит. Либо это будет пау-пау-пушка заряженная, которая не стреляет. Но это уже, конечно, не актуально, но ничего страшного. Что ж, хотки у нас F прокачали данную способность. Давайте применим на Рубика и потом переключимся на Тускара и опять переключимся на Рубика. И посмотрим, что у нас произойдет. Если на 83-й карте применение сразу же заканчивалось, то тут есть некоторая фишечка. Дальность применения этой способности у нас 600 единиц. Давайте юзаем на Рубика. И, как вы видите, появляется такой у нас статус. И быстренько мы щекочем Рубика. И давайте переключимся на Тускара. Тускара мы не бьем с такой скоростью, но урон, смотрите, у нас как будто побольше. И давайте переключимся опять на Рубика. И продолжаем душить Рубика с максимальной скоростью атаки. Ну, не с максимальной, а с бонусной. Поэтому, я думаю, с бонусной будет сказать правильнее, нежели чем с максимальной. Потому что тут не дается максимальная скорость атаки, а дается бонусная именно. Почему не дается максимальная? Почему я так выразился? Потому что дает именно бонус. То есть, если у оппонентов есть Шива или Феникс Спиритов кидает, или есть Антачибл еще какой-то, то, естественно, Виндра не будет бить настолько быстро, как она бьет. То есть, держите это в голове, что не дается максимальный атак Спид, а дается именно бонусный атак Спид. К слову, бонусный атак Спид дается у нас на 500 единиц. Вот так вот. Смотрите. Как вы видели, мы атаковали Рубика очень быстро, но очень слабенько. А потом переключились на Тускара и били очень медленно, но били вот с вот этим уроном. У Фокус Фа есть такая специфика, что, как вы видите, по уровням прокачки, табличечка поехала, по уровням прокачки написано у нас 50% редусе с дамаги, и 40, и потом 30% редусе с дамаги. То есть, дэмэдж у нас во время Фокус Фа уменьшен на определенное количество. Нифига себе, вебка. Видели такая темная, яркая, темная, яркая. Опять. Эээ, я не хочу умирать, не надо, пожалуйста. Как вы видели, дэмэдж у нас уменьшается 50, 40 и 30% дэмэджа в зависимости от уровня прокачки. То есть, о чем это говорит? На первом уровне вы будете бить быстрее с 50% уменьшением урона. То есть, вам дается бонус атак спида, но забирается вот этот урон и плюсовый урон на 50%. Ну, или в зависимости от уровня прокачки на 40, на 30 и так далее. Я думаю, тут более чем понятно. Бьем быстро, но урон потеряли. Вот такая вот фишечка. Давайте также еще разберем по уровням прокачки, что у нас тут еще есть. КД у нас 60 секунд и монокос 75, 100 и 125 единиц маны для того, чтобы заюзать фокус файа. Фокус файа вы можете юзать в Рубика, можете юзать в Героя, можете юзать в Крипа, можете юзать в Тавр или в Бараке. Вот такая вот тема на этой способности. Будете получать бонус размером 500 единиц. При этом длительность на цель, на фокус файерную цель у нас будет 20 секунд. То есть, как будто положится туда дебаф и будет сигнализировать о том, что я уже говорил ранее. В общем, не будем повторяться. Также, друзья, у нас тут еще есть аганим. Ну, естественно, о аганиме мы сейчас тоже будем говорить. Но после того, как покажу, что эта способность у нас работает вот так вот. То есть, в линку мы не сможем загрузить фокус файа. Мы сможем загрузить фокус файа в БКБшного юнита, потому что это у нас просто обычные атаки. Да, это можно будет сделать. И, конечно же, нельзя будет развеять вот этот дебаф на оппоненте. То есть, если он будет юзать на себя диффуз во время фокус файа, ничего не произойдет. Виндра также будет душить. Это очень-очень-очень простенькая тема. Ну, естественно, в линку я уже показал, что эта тема не работает. Давайте поговорим уже о аганиме. Вот аганим реально интересная вещь на нашем персонаже. Поехали смотреть. Итак, братцы, подбираем мы, конечно же, аганим. Подобрали его. И что у нас будет улучшаться с аганимом? Конечно же, как вы видели уже по табличке, по вот той, по уровням прокачки, что у нас именно идет смягчение урона уже немного по-другому. А именно 30, 15 и 0% на ласт уровне, на третьем уровне у нас будет смягчение урона. То есть, какое смягчение урона у нас будет подвергаться именно на лю. На лю, то есть на 16 уровне, на третьем уровне фокус фая. 0 у нас смягчение урона по оппоненту. А именно, вот этот родной урон и плюсовый урон уже смягчаться никак не будет. И будет наноситься 100% демеджа по оппоненту, на которого мы нажимаем фокус фая. При этом скорость атаки также остается 500. Но и самое интересное, что фокус файл у нас становится с кд 15 секунд. Как вы видите по этой табличке, 15 секунд кд это просто, блин. И 0 смягчение, это жесть. Друзья, я не упомянул, что у Вендры во время того, как есть аганим или нету, нет разницы вообще. То есть, есть аганим у нее или нету. Вот это снижение урона по оппонентам, на которых направлен фокус фая, не работает на диффузил и не работает на МКБ. То есть, если у нас снижается во время первого уровня... Допустим, первый уровень фокус фая, давайте разберем. На первом уровне фокус фая уменьшение урона у нас 50%. Это не значит, что на 50% вы будете с инвентаря наносить урона тоже меньше. У вас будет отниматься только родная и плюсовая вот эта вот атака на 50% на первом уровне фокус фая. То есть, трой страйки от МКБ и, конечно же, от диффузила бонус или там от молнии, он не будет уменьшаться. У вас будет все работать так же, как и работало. Единственное, будете наносить немного урона меньше с руки. Ну, а с агонимом, конечно же, урон с руки у нас становится такой же, как и есть. При третьем уровне, уровня прокачки фокус фая, конечно же, 0% смягчения. Соответственно, 100% урона отсюда с родного и плюсового вы будете наносить. И это годно. И это годно, друзья. Более, блин, не знаю, нечего тут уже рассказывать. Вроде вдоль и поперек прошли нашего персонажа. И, конечно же, друзья, пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что смотрите мои видосы, спасибо, что лайкаетесь, спасибо, что подписываетесь и ждете своих героев. Героев осталось немного, по-моему, героев 7 осталось на гайды. Остались там Легионы, Дузы Горгоновичи, там всякие, Price of the Moon и всякие такие герои, которые, в принципе, они и популярны, и есть герои, которые, допустим, легкие, такие как Тускар и Легион. Я поэтому их не делаю, ребят, честно. Ну и, в принципе, все. Пожелаю всем приятного просмотра. Жесткой практики. У нас сегодня Виндранка будет, конечно же, в тройке. Это у нас тройка. Виндранка это тройка. Пойдем мы на ней в двойку. И, конечно же, скорее всего, сыграем в единички, в жесткий урон. Да, вообще, в целом, я считаю, что более чем профитно собирать этого персонажа в урон. И переберем несколько сборочек в урон. Ну и, конечно же, немножко посаппортим через первый спелл. Обязательно тоже нужно будет посмотреть нам такую каточку. Думаю, в четверке, в тройке, в двойке. Три каточки, четыре каточки для вас на Виндре мы сегодня оформим. Все. Я уже что-то много говорю, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо всем еще раз. Спасибо всем спонсорам, которые поддерживают. Друзья, вам отдельный респект. И вообще всей аудитории большой респект. Я уже давно не выражал огромную благодарность вам, друзья. Потому что, ну, блин, все-таки вы даете возможность продвигать первую доту. Ну, как продвигать? Она уже, все, вы знаете, далеко ходить не нужно. Она у нас немного погибает. Но я стараюсь как-то поддерживать. Да и, в принципе, проводить время весело и задорно. Что еще тут сказать? Давайте, поехали, короче, смотреть практику. Все, пацаны, let's go. Так, ну что, друзья, первая катка у нас загрузилась. Сейчас будем брать виндранку. И пойдем, наверное, центральную первую игру. Пойдем сразу по хардкору через центр. И что мы будем делать? Конечно же, душить. Какие персонажи для нас будут опасны, спросите вы. Ну, вот прокастеры, Тинни, например, прокастер. Будет очень неприятен для нас. Кто сможет пробить виндран, будут для нас неприятные персонажи. Это такие персонажи, как Рики. Это такие персонажи, как Снайпер. Кто у нас еще будет пробивать виндран? Рики, Снайпер. Пудж будет неприятен просто дэмэджем, количеством большого магического урона. Ну и, в принципе, что еще? Что еще? Кто-то еще у нас пробивает, по-моему, виндран. Я не помню, кто. Рики, Снайпер точно пробивает вторым. Рики третьим. И еще кто-то, кто-то, помню, перебирал в голове. Уже совсем забыл. Ну и что ж. Что у них там по пику? Бары, Бара будет напрягать своим набегом. Придется делать линку. Сейчас будем собирать дефолтный билд для этого персонажа. Ну и лично, по моим меркам, это дефолт, это будет даггер, это будет молния, а гоним линка, там что тревел и еще что-то будем докупать. Скорее всего, какой-то манки кинг бар в дефолте. Ну и посмотрим, что у нас будет тут происходить. Ну, катка по-любому будет потная и, если честно, не знаю, не знаю, посмотрим. Линка тут, кстати, тяжело. БХ будет линку сбивать и трек накидывать все равно. И проблема будет на Баратруме. Баратрум будет бегать по КД. Ну, мы будем раскачиваться через второй, третий и будем такой беготней. Ну, посмотрим, что будет у нас тут происходить по игре. Там уже поглядим. Курочки у нас нету. Надеюсь, возьмут ребята. Если не возьмут, то это будет очень плохо. Ваше здоровье. Walkway, говорит. На первом левеле берем виндран в любом случае. Виндран я беру в любом случае. Кстати, я очень хорошо Вичдоктора контрю. Он по мне не попадает просто в ультимейте. Он когда ставит без вард, не попадет он. Не попадет. Кентавр АФК. Ничего страшного. Так, ну давайте разминать. Но там Бара побежит 100%. Вот так вот. Это плохо. Мне ХП нельзя просаживать. У нас куры нету. У нас два парня АФК. ХП мне просаживать нельзя. Так, сало вард поставил. Печалька. Печалька. Тяжелый будет мид. Тяжелый мид будет. Но попробуем что-то сделать. Не удалось у нас проблочить. Тинника надо будет погонять. Тинника надо будет погонять. Право схитить главное хорошо. Жестко душит меня сразу же. Адзон пошел. Адзон пошел. Куры нету, ребят. Хил тоже уже пошел в расход. Адзон. Ну, сало. ХП потерял свои. Тиннику мид, конечно. Пытаются облизать. Но Тинник сольет мид. В любом случае против Вендранки. Очень тяжело стоять. Она очень неприятная. Она на уровне Сайленсера примерно. И Хускара. Только она и Салла, и Хускара должна выигрывать в миду. Пока фармим. Ластхиты хорошие у нее. Тинника можно просто гнобить и не подпускать его. В принципе, вообще к игре. У него там ботал это плохо. Душим, душим. Опа. 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 Попадаем, не попадаем. Ну, жопа там у него будет подгорать в этой катке. Вроде все у него хорошо, но... Курочки жалко нету. Я бы, наверное, убил бы его. Нету курочки. Сапожочек, манку. Сейчас на руну пойдем. Куры нету, да? А, есть. Отлично. Берем сапог и ману. Идем на руну. И не пошел на руну. Но у него вот здесь Эдвард Стейтман. Видел, что я с миды вышел. Пока терпим. Давай драться. Куда пошел? Эту драку я должен выигрывать. А-а-а-а. Вопросов нет. Говорит Озес. Драку он это выигрывает. Да. Да. Рассказывайте. Ну, я там ее выигрывал по факту. Но. На деле я ее проиграл, эту драку. Эх, не попал. Ну, не вижу, не вижу, нету. Надо вартыща купить себе. У меня все плохо. Оп. Забрали. Наш клиент. Сейчас надо будет Сентри Опс принести себе. Сентри Опс. А, хватит так промахиваться. Вендрочка. Вендрочка, не промахивайся, дружечка моя. Подружечка. Дед промахивается. Все промахиваются. Ну, ох, что, вендрочка. Тинечек. Тинечек наш родной. Родненький. Родненький тинечек наш. Опа. Кто-то выехал, да? На баре, походу, чел выехал. Отойдем. Говард собьем. Сюда Сентри. Ага, Варда, нет. А, сало фейканул, значит, обманул меня. Пойзы вообще очень быстро выфармливается. Но тут катка, видите, тяжелая тем, что... Меня тут, видите, и бара, и сало в начале каточки. Все меня так недолюбливают. Ой, еще и относ какой. Но я тут выживаю. И вот так еще сделаем на развороте. Урну кинули мне. Тяжело. Тяжело. Меня душат прям. Прям душат меня. Прям душат. Ботлик надо, ребят. Ой, там забрали внизу, да? Плохо. Прям душат меня. Толпой. Но Виндранка такой герой. При раскачке 2-3, и я смогу спокойно стоять здесь. Спокойно смогу стоять. Я к ней попаду. Но тороплюсь. Если честно, я немножко нервничаю. Я... Что-то как-то, ребят, честно, перед гайдом, перед этим я что-то как-то нервничаю. Реально, вот честно скажу, я нервничаю. Вот я сейчас сижу на Виндранке, я нервничаю. Как будто играю первый раз в доту, и... Тяжело так немножко. Под ласт хит просто. По повершотим. Тиник сентрик купил. Сентрик купил. Мне страшно честно стоять. Тут бара, блин. Бара-бара-бара. Опа. Опа. Надо вижн. Ну давай. Виндран, ну пожалуйста, добей его. Хорошо. Ну, бара-бара убьет меня. Фокус фай не берем. Надеюсь, выживу. Виндран копеечки. Но у него там урна по-любому есть. Да, все. Бара побежал. Мне тут уже ничего не поможет. Под Т-шку бежать только. Принимаем. Все, урна висит. Я тут не... Он на себя кинул, он ошибся. Не блочь, пожалуйста, меня, друг. Главное, на вижн не попасться ему. Он на себя кинул случайно, ошибся. Ой-ой-ой, как же мне повезло. А я два сапога купил, да? Жесть. Я вам говорю, я нервничаю, ребят. Честно скажу, в этой... Я не знаю почему, но я сейчас сижу нервничаю в этой катке. Не знаю почему. Вот прям, ну вот, у меня вот какой-то вот мандражик. Знаете, очень редко такое оно бывает. Ну, вот, рили, вот у меня мандраж. Вот я сел в доту играть, у меня мандраж, честно скажу, ребят. Бывает такое, но вот конкретно в данной ситуации у меня сейчас небольшой мандражик. Я остался без фейзов. Это плохо. Честно, ребят, извиняюсь. Геймплей, возможно, будет не такой. Удачный, как обычно. Давайте быстренько пропушим тут. Вот так вот поваршотим. Да их жалко. И добиваю крипа. Поваршот. Максимум. Максимум поваршот взяли. Флаку надо будет тут взять на первое время. Немножко. Ребят, я реально немножко нервничаю прям. Не знаю, как будто в первый раз в доту. У меня, видимо, давление. Повышенное. Сейчас в данной игре. Опа, быхушник. По размене. Ооо, да тут какой размен. Тут мне сейчас чипалаху дадут. Разменчик, говорю. Тинько подамажим. Давайте немножко. Разменчик там. Там пацаны серьезные пришли. Почему играю без шекеля? Я раскачиваю 2-3 в данной игре. Буду раскачивать 2-3 в любом случае. 2-3. Так, есть еще один батлыг. Против бары, конечно, шекель на разочек было бы очень хорошо. Но, как видите, я у мамы дурачок. Не попадая, надо было отпустить сразу. Эх, не лучшая будет игра. Ну да ладно. Так, на низ пошел, да, он? Нет, не пошел. Есть фейзы, ребят, это очень хорошо. Почему фейзы? Фейзы в Виндран не дает статуса фейзов. То есть мы не сможем проходить через юнитов. Но с фейзами мы сможем не то что проходить, мы сможем просто пробегать молниеносно. Вот так вот будем душить. Каутиника немного подрочим. Виндран беру в четверку. Кто-то там будет еще по-любому ему помогать. Ну, БХ, конечно же. Я умер тут. Ну, втроем. Против четверых я, по сути, мид стою. Ребятки. И вот так расконтрим. Против четверых мид стою. Против четверых. Оп, хорошо. Бара мид бегает, плюс меня под... О, пятый пришел. Пять героев. Пять героев. На мид ходят. Молодцы. Нормально отыгрывает, но мне тяжело будет. Я это чувствую. Я это чувствую, что мне очень тяжело будет. Ну, пробежимся. Ладно. Не побежим. Бьем вот этого. Давай, давай. Хорошо. Ну, Тинни пришел опять на миду всем. Да? Пять героев мид. Пять мид. Классика. Пять в миду, ребят. Ну, потная будет. Потная. Ну, видно, потная. У нас все фармят там, пацаны. Пять на миду, вендранку гоняют. Если бы я раскачивался через первый, я бы уже столько раз сфидил. Что жесть. Ладно, активно пацаны играют. Го себе сентри вард. Кстати, кентавр. Кентавр просто афокастый четвертый левел. Без артефактов. Немного не понимаю, в чем прикол. Дайте мне вот эту мою штуку. Душат. Душат. Что сделать? Потная. Я не хочу идти на... Че, втроем на мид пришли? Я пошел на низ, тогда, ребят. Че, я не хочу на миду стоять втроем. У меня почему-то союзники пришли просто так в мид. Просто так в мид пришли. Просто так в мид, ребята, пришли зачем-то. Давайте Клоаку сейчас выфармим. И низ пойдем. Левел, ну апаемся просто и фармим. На Вендранке очень много, я уже умер. Но я не могу, видите, сами в пятером играют пацаны. Оппоненты прям душат одну сторону. Прям решили они, как будто именно зафокусить меня. Прям всю каточку, скорее всего, так будет. Берем Клоаку и идем на центральную. Клоака нам нужна для чего? Там Тини. С Тини будут проблемы. Гоу, на мид пробежимся. На мид пробежимся. Ага, Сало еще на миду. Ну, Сало ему саппортит прям в миду. Прям жестко. Давайте вот так вот сделаем, пробегаем. Сюда по варшот напрягаем. Зафармим. Так, возьму Шекель. Шекель в любом случае на разочек здесь сейчас нужен. На 11, 10-11 левел возьмем. Ультимейт. Вообще я ультимейт очень... Ну, вообще ситуативно ультимейт я беру на самом деле. У меня нету тпшки, мне нужно 2 тпшки. Ситуативно на самом деле я беру ультимейт. Иногда беру, иногда не беру. Всегда по-разному. То есть как... Как оно вот так вот, ну, получится. Так и берем. Так, берем вот так вот, делаем. Нету на топ тпшки ребятам помочь. Нету, нету. Ну, там актив, видите, актив, что сделать? Там актив. Актив. Сало такой саппорт, четверка гоняет всех. Подходим. К роботам. Вообще можно в этой игре тупо не драться, а просто фармить, потому что команда слабая. Это видно, команда слабая. 0-3, 0-1, 0-1, 1-3, ребята. Видимо... Не знаю, тоже может переживать, но я реально переживаю в этой игре. Не знаю почему. У меня совсем ничего нету с центральной линией. Вообще очень плохой мид у меня был. Ну, сами видели. 5 героев на миду, это, в принципе, классика. Фармим аккуратненько. У нас Легион есть. Почему Легион фармит? Вот это, конечно, вопрос. Легион, конечно, фармища. Это, конечно, вопрос. Зачем? Зачем вопрос? Так. Вард стоит. Вард никто сбивать не будет. Бару я соло не потянул. Там, тем более, уже Блэйд Мэйл. Тинни имеет даггер. Если я на него нападу, на Тинни-Ка, то ничего не получится. В миду 3-4 героя 100% сейчас стоят. Вот просто хотите, верьте, хотите, нет. Сало и Бары здесь стоят. Просто 100%. Я вам отвечаю. Давайте обсерв 1 ткнем. 100% тут пацаны стоять будут. Опа, вот оно че. Вот так вот. Ну, опасно, опасно. Можно откинуться в такой ситуации. Бх, бежит, ты же. Ну, я говорил насчет того, что в миду все стоят. Сейчас будет прыгать Тинни, да? Я не успел. Еще и глобалку дают. Жесть. Ребята прям серьезно играют. Оп. Не, блин, не застилил. Печалька. Сразу отпустил. Оп. Так, надо пробежаться. Я шекель взял. Не брал я ультимейт. Давайте руну возьмем. Ну, Бара на меня побежит. Нужно будет как-то попытаться. Отстань от меня. Что хочешь, Бара бежит. Бара бежит. О, так надо будет тут связывать. Надо будет связывать. Но не с кем вязать. Не с кем вязать. Оп. Теперь есть с кем. Отлично. По центре. Пока по центре, но... Оп. Хорошо. Отличненько. Кто там еще? Ага, ВДшка. Нормалин. В принципе, неплохо. 2К золота у нас имеется. Хорошая драка была. Ну, потненько, ребят. Потненько. Первая катка не думал, что такая потненькая будет. Ребята прям... Совместно. Но команда включилась немножко. Команда включилась немножко. Пробелус просто душит. Гоу. Руну. Главное, намазать его. Все равно на базу иду. Даггер, ребят, наверное, возьмем первым артефактом. Бля, кроба душить начала. Молодец. ВП. Давайте даггер возьмем. Потому что игра активная. Просто с молнией и с ультимейтом я тут не особо что-то сделаю. Даггер сейчас возьмем. А, есть клака. У меня клака поможет мне жить. Давайте сейчас пойдем на низ от ТПшки. А, от ТПшки не получится. Давайте пробежимся тогда. Пробежимся. На низ. Кто придет, скорее всего, умрет там. Тиней. Я даже тиней, по идее, должен убивать. Ультимейт хоть и в единичку. Шекель на двоечку. 2.25 у меня будет. Ну, нужно будет по варшотам подрочить его сначала. А потом, конечно, прыжок и убийство. Как-то плюс-минус. Плюс-минус так надо это делать. И опасно здесь выходить сейчас. Вот так вот сделаем. Подфармливаем хоть одного-двух крипов. Разницы нет. Просто тут дело такое, что я сейчас иду на руну. В любом случае, я всю ману выпиваю. Пушить мне страшно, потому что там бар. Вот так вот делаем. Оп, хорошо. Будем по варшотам душить. Еще это там пацаны такие агрессивные. Поваршот даем. Можно ВД-шку убить, кстати. Опа, глобалка сразу в атаку. И в меня прыгает. Ну, у меня клаака. Опа, братан, где сюда, дорогой? У меня клаака, клаака. Это то, что нужно, ребята. Я сейчас выжил за счет клааки. Оп. Хорошо. Вот вам клаака, ребят. 20% резистанс, который помогает выживать. Сами видели? Найс. Я все это время, наверное, сидел расплывчатый, да? Вебка меня последнее время что-то расстраивает на самом деле. Ой. Ладно. Нормально. Вот сейчас нормально вроде. Ребят, сами видели, клаака творит чудеса. Выживаем на изи. Погнали на топ. Пэшечка есть. Оп. Опа. 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 Даггер прям очень хорошо этому герою заходит. Прям лютая вещь тем, что позволяет вам подгадать позиционку под оппонента. Самому выровняться немного. И все будет нормально. Тут вообще первым артефактом желательно линку сделать. Потому что там бара. Бара будет напрягать. Смотрим по карте. Вроде никого нет. Но бара на мид. Я, в принципе, топ отдефливал. Я не стоял АФК. Я именно отдефливал топ. Потому что топ тут слишком много крипов. И тавр бы страдал. Идем дальше. Я не успею до миды добежать. Ребята там пошли в Т2. Мы аккуратненько пока пофармим. Может быть, молнию выфармим даже. К тому времени. Пока ребята там играются. Так вот делаем. И вот сюда запуливаем. Правильно повершот поюзать. Хорошо. И можно пройти спокойненько. Сало. Лоу хп такие очень сладенькие. Очень сладенькие лоу хп у Сало. Вы видели, да? Возможно, он будет дефить на топе. Возможно, дефить на топе будет. Кто еще на топ бара пошел? Ага, обсерв ставит. Обсерв ставит. Опа, от кого можно... А, и Сало там, да? Я не попаду. Плохо. Ну, бару я могу убить, кстати. Только нужно по варшотам удать сначала. Нет. Отходит, да? На меду веселуха. Бары много хп. Но можно его попробовать. Глобалки сейчас нет. Не будет. Оп. Блин. Нажал БМ. Отходим. Виндран есть. Деремся. Просто деремся. Под Виндраном он нас не убивает. Просто деремся. Это плохо. Надо ждать. Ой, что за вижен такой? Я умер. Нет, не умер. Еще живу. Обычно после этих слов, что я умер, я выживаю. И многие это замечают. Не видел тебя, говорит. И маты, наверное, на каком-то. На узбекском, по-моему. Или на каком? На узбекском, по-моему, маты пишет на меня. Просто парень ошибается. И маты на меня сразу пишет. Ну, непонятно. Вот эта тема, ребят, зачем так делать? Ладно. Хорошо. Я размансил. Я выжил. И еще забрали Бару. Отлично. Let's go. Продадим. Нулик. Go. Молния. Сейчас с молнией будем делать вещи, ребят. В принципе, я камбечу эту ситуацию. Сами видели, какой тяжелый мид был. И вроде как получается. Команда тоже помогает. Молодцы. Сайленсера не удалось. Меня убить. Все. Аккуратненько. Сейчас позиционочку. Аккуратненько постараться связать. Какого-то красиво. Шекель у нас почти раскачан. Уже почти четвертый левел на шекельшоте. Это очень хорошо. Молния. Это крутой артефакт на Вендранку. Оп. Хорошо. Так. Ребятки. Собираются на рунке драться. Кто-то там видели еще в кустах? Ну, бунти-бунти. Наверное. Бунти-бунти. Наверное. Опасно. Я в спине буду. В спине буду у пацанов. Next Link, наверное, ребят, лучше сделать. Хорошо. На минду трое, да? Низ бы запушить. Подвардам вообще Вендранка. Самый кайф подвардам играться. У меня сейчас примерно где-то 1300 хп, потому что клака дает у нас резист магический. От теника хоть как-то избавиться. Погнали на центр. Будем общую драку сейчас делать. Так, роботом приняли, жалко. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Эх, не связал, прикиньте. Жалко. Сало. У меня нету... Вендрана, каски душат. Вендрана нету, каски душат. Вот эту штуку надо брать. Ужас. Вообще. Как БХ тут не связала, я немного не понял. Надо сентри, ребят. Ну, получается моя ошибка позиционки. Я побежал. Сало я не видел, но они все там были. Сало я не видел, сори. Жесть. Сентри надо. Вот кто-то сейчас купил, ну пусть ставят. Я вообще думал, я БХ связал сразу и фокус файму туда запихнул. Ясно. Ой, плохо все на самом деле, ребят. Плохо. Пока что плохо. Я думаю, выиграем все равно. Все равно выиграем, думаю. Что за суета? Опять сейчас в касках простоят, пацаны. Бара бежит, да, гоутэпро. Ну давай, резче. Виндра, ну пожалуйста. Хорошо. Отлично. Кинека лучше. Кинека нету армора, я его пробиваю. Иди сюда. Наверх побежал. Давайте вот так проверочного. Ну нет, конечно нет. Дасты надо. Блин, а у меня слотов вообще просто не ахти. Он еще тинью адман сел, я здесь не связал. Я честно, вот рели в этой игре, я почему-то ну парюсь. Что-то у меня какое-то вот волнение, я не знаю. У меня давно такого не было. Скорее всего давление какое-то. Бх, я там не забрал, тинни не забрал. Тинни я, кстати, с ультимейта убиваю. Гоу. Гоу, аккуратненько. Дасты купил, ну, сентри хрен с ним. Не знаю, кто-то забрал, там я купил сентри. Опа, баррена низ пошел. О, примем. Я должен его убивать по идее. Хотя не факт, слишком много HP у него. О, глобалка, как вовремя. Как вовремя. Опа, пробуем побить пацана. Вот так вот. Ну, он лоу-хп-бара побежал. Ну, и бежит до конца. Вообще пофиг ему. С такими хп бежит. Ну, и сфидел, окей. Бх. Не прилетело. Ну, найс, крипов связал. Я крипов вижу, найс, круто. Иди сюда. Давайте рэмпэдж оставим ему. Хорошо. Пойдет. Ну, бару моего добил он, получается. Я ему сало. Ну, молодец. И сало ему оставили. Нормально. Но тяжелое, хардовое. Прям фокус. Фокус на меня хороший имеется. Так, что дальше покупаем? Отвлеклись немного. Дальше нам что нужно купить? Нам желательно дальше прикупить линку. Даже игнорим, в принципе, покупку аганима. Хотя с аганимом в таком билде, если сейчас будет аганим, это будет прям очень много урона. Прям очень много. Бару я, в принципе, смогу убивать сразу. Давайте, наверное, может... Сейчас посмотрим по золоту. Может, и аганим купим. Продадим клоаку и купим аганим. Знаете, почему клоаку продавать? Потому что клоака нам дает резист, а аганим даст немного HP. Вот и все. Можно будет как-то спокойненько найти баланс по хитпоинтам. О, на базу сходим. Опасно. ВХ Хекс. Нароумил хорошо. Сколько СТшка у него? 6800 СТшка Хекс. Линка нужна, ребят. Хотя, ну, не факт, что поможет, но... Клоаку в помойку ТПшку надо. Дастов ни у кого нет, естественно. И веном, и ульт там нажал, все нажал. О-о-о. Тинни пришел душить. Ну, сход стой, сори. Я тут не помогу. Лобалк. Найс. Хорошо. Не знаю, что это было. Ну да ладно. Не знаю, что это было, но да ладно. Да какой? Ты запарил на своем сале. Где ты? Я его ждал, я так его и не дождался. Там пацаны душат. Моего тиммейта, мне нужно помочь, а я не могу, потому что меня сало тут драконит. Ну я не должен умирать. Забашил. Нет, 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 нет. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Это было сказочно. Сало, блин, два раза меня там... Ой-ой-ой. Какой сайленсер же какашечник. Жестко, 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 ребят. Ну хороший момент. Хороший. Ну возьмем аганим уже, хрен с ним. Хрен с ним. Аганим берем, чтобы в такой ситуации быть поплотнее. Давайте даже вот сюда тпшку. Дасты надо. Тпшка дасты. Вот так вот. Можно, пожалуйста, курочку? Можно, пожалуйста, курочку? Спасибо. Да не варбер. Да дайте мне аганим мой, пожалуйста. Все. Спасибо. Гоу, помогать ребятам. Там сейчас файтинг будет лютый. Какой крип хороший стоит. Прям вообще качественно. О-о-о. Опа-ча. Сейчас еще тени придет. Ну, походу, тут можно и на вставочку. Сейчас еще тени какого-нибудь выцепить. Вообще будет круто. О, вон он. На ловца и зверь бежит, как говорится. И что, все, нету детекшена у вас, да, никакого? Не знаю, дасты уже, по-моему. О, найс, красавчик. Я приму прокаст. О, ну не только прокаст. Приму, давайте вот здесь позиционочку. Оп, и пошло дело. Хорошо. Достали, загнобили, пацана. Загнобили. Кентавр мне. Ты игру АФК стоял? Не знаю, как так получилось у него. Хороший. Хороший файтинг у нас произошел. Давайте на низ. Заберем сразу крипов. Так, у нас здесь 2К золота. Это же очень хорошо. Можно будет что-то хорошенькое прикупить. Можно урон какой-нибудь. Вот для меня вот этот билд, который вы сейчас наблюдаете, это дефолтный билд. Это дефолтный билд для меня. То есть через аганим, через даггер, через молнию. Приемлемо и, в принципе, и урончик есть. И суета какая-то. Хорошо. Сойдет хотя бы одного-двух крипов. Забрать. Подходим. У меня нету слотов. Хорошо. Отличненько вроде. Ну что, надо теперь, не знаю, travel бы взять вообще было бы хорошо. И освободился у нас один слот бы, и можно было чем-нибудь занять его. Тинни на руну пойдет. Сейчас, если на руне мы его свяжем хорошенько. Как-то. Можно. О, вон. Вон он остался, да. Наверное, варда нету тут. Гоу, попробуем. Каменного друга нашего натянуть. Нет, все. Крипы, если вот тут спалили, уже нет смысла, надо убегать. Смотрим за статусом героя. Не моргает, значит, бары не успел на бег отдать. Все хорошо, значит. Опа, ВД-шка. Лобалка. Вон там. Как не достало дастами. Вообще не понимаю. Плохо. Очень-очень плохо, ребят. Я такую ТП дал. Прям хорошо можно было зацепить. Он обратно идет. Как хорошо, что я не тратил шекель. Шекель не тратил. Стало. Мне-то, кстати, надо драться с руки просто. Хорошо. Главное шептини сейчас не пришел. На сети не придет, надо от команды подальше держаться. Ну, от лоу хповых. Он будет прыгать в лоу хп, если что, подвижу. И все. Вот сейчас примерно типа лоу хп стоит он. Тинни такой. Воу, щао пао. Видно меня тут в любом случае. Нормально, забрал. Неплохо. Хорошая драка. Хорошая. Хорошая драка. Давайте возьмем дасты и ультимейт орб купим. Хорошая драка. Просто стояли, дрались с руки, автоотачили. Нам больше там ничего не нужно, по сути. Так сделаем. Финик на низу. Дасты. Далеко. Давайте как можно дальше отойдем, чтобы не спалиться. На гриппах. На гриппах не спалиться. У нас хп достаточно, с прокаста не умирают. Никак. Тинник ушел, да, походу? Снизу. О, вот он. Серьез ли? Опасно сейчас. Конечно. Нет, дасты я уже жать тут не буду. Отблинковался успел уже никак. Эчпи мало осталось у меня. Жалко. Гоу. Тогда рошу. Прикольно. Линку сбил, я ему фокус файа даю, не дался. Окей. Слишком быстро нажал, что ли? Окей. Окей, окей. Хорошо. Отходим. Я на базу. Через базу надо идти. Через базу. Через базу. Пол линки есть, то радует. Все, let's go. Ну я тинника убиваю. Я это почувствовал. Дэмэджа хватит. Просто не повезло. Надблинковался, но шекель все равно нашел его цель. Сколько там? 600. Да, блин, жалко. Надо travel все равно. Travel все равно надо. Гоу, пол линки купим. Let's go. Вдшка варди, тувд и аганим. Это, конечно, круто. Круто. Но вытолкнет, поединет. Глобал. Хорош. Финник. Кентавра. Кентавра машина, застрявшая на хайграунде. Называется примерно так. Хорошо. 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 Так. Что делаем? Мы вообще можем пойти в пуш хороший. У нас есть аегис. Прям хороший пуш можно пойти. Тини на низу, да? Но решил он сплитить. Ну, тогда пушить. Ну, будем стороночки держаться, потому что на нас хекс накинут. До свидания. Ничего не сделаем. Стороночки. Сейчас быстренько там два чела на меду. Быстренько сейчас крепочков тут сольем. И можно идти дальше. Пацаны в меду, да? БХ может быть тут где-нибудь. Угу. Четыре героя в разных сторонах. Поэтому сломаем сейчас. ТПшки у меня нет. У меня дасты есть. Дабр забираем, уходим. Надо уходить. Б надо. Я ушел. На деп. Там, возможно, варды есть. Я могу под вардами сейчас сбежать. Это очень плохо. Ох. Дабр злиться там. Ох. 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 У нас не сломается, да? И не машины там. Эх. Успел скотинка. Прикиньте. У меня нету. Нету. Ни шекеля. Ничего нету. У меня отдал в крипа. Ну, задефились. Тревел надо next. Там, ребят. В лейд выходим. Линка имеется. Ребятам бы туда сейчас на травелах. Эх. Давайте медь толкнем туда. Раз нет варианта у нас. Ребятам прийти на травелах. Нету. Нету. Ну, сплитует тени. Пытаются раскачивать на стороны. Верная тактика в такой игре, когда teamfight слабее. Верная тактика. Три там. Ну, отойдем отсюда. Остается у нас молнию, да? Пойти взять какой-нибудь еще... Можно какой-нибудь еще урон. Разницы нету. Но желательно сейчас травел поднять. Потому что нам нужны травела для того, чтобы пользоваться нашим героем. И на дефе, и на атаке. Потому что от нас тоже очень много зависит. Не забывайте, мы мидер в этой игре. Значит, у вас должно быть много слотов и много от вас импакта должно быть. Уровень импакта должен соответствовать. Такой же импакт должен быть, как, допустим, от того же легиона или кто там, кто там фармил. Такой же импакт должен быть. Хорошо, го. Ой-ой-ой, там ребята начали, да? Ну, я вот так вот сделаю быстренько. Все, тревел есть. Let's go помогать. Тревел летит. Парням нужна помощь. Оу, там видели какие-то бэл-бары. Интересно, куда пойдет. Кто-то там убился. Так, аккуратно. Боже. Это ГГ. Отойдем немного, чтобы не встану не улететь. Ой, ВИЧ-доктор. Ну, нету ВИЧ-доктора, у меня шекель-шота. С кем выпал? Опа, еще один туда же. Хорошо. Хорошо. Опа. Опа. Найс, блинко. Опа. Еще один туда же. Отлично. Отлично. Ну, мне что, мне нравится? На вставочку тут моментов будет. Мама, не горюй. Это бендра. Через дэмэйдж. Кайф вообще. По триплкилу оформляем каждый раз. Нормально. Хорошо сделано все. Сделали все, что нужно. По КД ультимейта. 15 секунд ультимейта. Это не шутки. Это круто. И БХ нашли. Давайте Т-шку залупим. Залупим. Если что. Я не матерюсь. Лупить. От слова лупить. За. Лу. Блин, получается все равно мат. Я извиняюсь. То есть, смотрит. Залупим. Let's go. Т-шка наша. Надо будет только отблинковаться во время. От Тинников. А тут не только Т-шка наша. Мы тут все сейчас заберем. Оу. Я что-то контроль потерял, если честно. Я думал, шекеля дам. Я не дам шекеля. Никак. Там глобалка на меня накинулась. Все, отходим. Тинник будет дышить. Вот он, Тинник. Опа. Дружочек, пирожочек. Дружочек, пирожочек. Бай-бай, Тинни. Понял? Ну, опасно, опасно. Хотя... Прыгает, да? Вот так вот делаем на 0.75 хотя бы. Вендран жмем и атакуем. Ой, забашил, как серьезно. Убился? Хорош. Дорогой. Хорош, дорогой. Ну, нормально мы прессингуем. Блин, хорошо. Все-таки тяжелый. Какой тяжелый старт, ребятки, был. И какая хорошая концовочка. Эх, вот этот шекельшот, конечно, в линку. Го-бэ. Нефиг тут делать. Го, молнию. Молнию. Ребята там остаются драться, да? Ну, мы можем, в принципе, драться. Я не спорю. Мы можем драться. Там опять в линку. Линка, блин. Бх. Но надо его, знаете, как Бх убивать. Вот. Нет, не вот так вот. Бару убьем, да? На развороте просто. Виндром. Боже, сколько промахов. Надо бежать, ребят. А можно мне, пожалуйста, мои артефакты? Хорошо. Опа. Бара в линку. Мы можем, кстати, на развороте сейчас сыграть. Можно мне мои артефакты, пожалуйста. Вот сюда делаем. Вот так вот. Хорош. Просто досвидули. Отлично сыграно. Отлично. Просто пушечка получается у нас. Силенсер, байбек. Молнию на кого-нибудь союзников кинем. Можно будет душить. Неплохо получилось, ребят. Вроде неплохо. Че, центральную доламываем эгг. В этой каточке у ребяток не получилось задушить Виндранку в меду. В пятером были в меду. И молодцы, кстати, в команде хорошо парни сыграли. Ну, я тоже, в принципе, неплохо вроде сыграл. Были ошибки, да, безусловно. Ошибок тоже много было. О, глобалка. Отходим. Тоже, в принципе, ошибки были. Но, видите, как бы... Игра получилась, тем не менее, достойная. В команде молодцы, пацаны, тоже хорошо сыграли. Ребят, вот такая вот первая катка у нас получается на Виндранке. Дефолтный билд. Потная игра. Я ее по-любому буду вставлять. Очень тяжелый был старт. И целиком, в принципе, в целом хорошо сыграли. В принципе, и команда хорошо сыграла. Легион даже рэмпейдж оформил. У меня несколько трипл киллов было. Ну, и вот такой вот у нас билд получился. Это дефолтный билд. Для меня лично дефолтный билд. Ну, и че этим билдом можно было еще дать? МКБ. Я бы МКБ докупил в этой игре. Пофиг даже на этот глобайланс, потому что мы не танчим. Не танчим. Танчил у нас легион. Если давали глобалку, я бы отходил, возвращался. И, в принципе, тут добавить МКБ. Но я думаю, мы еще раз сыграем такую каточку. Именно примерно с таким же похожим билдом на Виндранке. Но уже не через центральную. Эта катка была через центральную. Как вы видите, в принципе, все успешно получилось. Дальше пойдем на тройки. И потом пойдем на четверки. Поехали next. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ру-ру-ру. Так. Ну что, друзья? Загрузилась у нас игра. Идем мы тройкой в ХЛ. Тройкой идем в ХЛ. Нашей троечкой Виндрой. Посмотрим, что у нас здесь выйдет. Надеюсь, команда не будет руинить нам куточку. И мы спокойненько будем встать в ХЛ. Кайфовати. Друзья, в общем, что важно нам в хардлайне делать? Это, конечно же, просто стоять и максимально попытаться вынести левела. Надеюсь, саппорт никакой не придет. В прошлой катке я играл на тройке. Ко мне пришел саппорт и просто стоял со мной фармил, нежели занимаясь... Ну, к слову, это был ШД. ШД, который должен роумить. Который должен не давать мидеру покоя. Должен вот здесь вот стоять внизу. Пришел ко мне на топ и стоял просто АФК. К сожалению, эту игру мы проиграли. Вообще, вся игра на топе была. Не знаю, почему. У нас две линии были пустые. Все ко мне как будто стрим был. Как будто игра с подписчиками. Все ко мне на топ пришли и все стояли. Ну, вот так вот вся игра и проиграна была. Еще и Бара меня гангал по КД. Ну, бывает, бывает. Что ж, в этой каточке что от нас зависит? Вообще, как мы тут будем качаться? Если честно, в ХЛе хардлайнер должен качаться так, что он должен максить третий, чтобы убегать. Хардлайн это тяжелая линия. Напоминаю, что такое хардлайн. Хардлайн это вот эта линия у сентов и вот эта у скоржей. Все, надеюсь, понял. Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Очень важно. Очень важно на хардлинии, конечно же, иметь какую-то... Давайте наперед пробежим. Замедлим еще чуть-чуть. Хорошо. Гиги. В хардлинии очень важно убегать и стараться как можно меньше умирать. Иначе, как бы, ну, это GG. Это GG. Когда умираем, это плохо. Это плохо. Умираем, это плохо. Ну, под Бара потанчить, что сделать? Хорошо. На себя агры забрал. Уходим. Нормально. Хорошее начало. Минус два под Барой и... Вот этим... Вот этим вот... Чувачком. Под этим чувачком. На самом деле, Бара самый неприятный герой, считаю. Просто одну кнопку, бежишь, идешь, встанешь. Все, больше ничего делать не нужно. Самый легкий герой. Ну, как самый легкий? Нужно тоже как-то... Ну, вот в стадии лайнинга очень... Очень... Ну, в стадии лайнинга вообще не тяжело им играть. А в лейтгейме, если игрок слабый по макре, он будет фидить по КД. Слабый, если по макре, он будет фидить. Так, что нам нужно первое сделать для хардлайна? Это, конечно же, пропустить деда вперед, постараться проблочить этих крипов. Все, отлично. Далее. По билду, что хотелось бы тут сделать? Очень хочется... Ну, посмотри, что там линка нужна. Нужна линка. Линка тут нужна. Хекс хочется сделать. Очень... Октарин. Посмотрим. Ну, я тут фри буду стоять против шторма, на самом деле. Со штормом очень легко будет стоять на вендре. Еще есть ларки здесь. Это вообще изи будет. Так, бара ко мне бежит. Ну, это плохо. Бара мне тут не нужен на линии. Бара мне тут не нужен на линии, на самом деле. Ну, я буду третий подкачивать все равно. Потому что, типа, ну, не имеет смысла. Я сам себя крипами убиваю, блин. Бара тут не надо. Сюда бегать пока. Дай... Дай ЛВЛ и... Гангой, мид. У меня ЛВЛ будет. Попьем. Бара пришел просто руинит крипов. Ну, да ладно. В принципе, дефолтненько. Я все равно играю на тройке. Тут не профессиональная игра. Обычная каточка, троечка у нас тут имеется. Сейчас Ларка надо задрачивать. Ну, меня крипы дамажат очень сильно. Крипы очень сильно дамажат. Надо было натягивать уже. Я думал, крипа добивать. Ну, да ладно. Взяли сапог. Сразу фейзы сделаем. Через фейзы будем играть. Так. Не пушим. Вот этого крипа. Не факт, что добью. Добил. Хорошо. Раскачиваем второй. Креветку сунадо не давать фарма вообще. Хорошо. Это есть. Вот так вот. Вообще отвратительный поваршот. Я, если честно, вот... Когда на стриме играю более как-то расслабленно. На гайдах немного напряженно. Лейтса. Не знаю. Прям напряг такой на гайдах. Прям, не знаю, боязнь какая-то зафейлить или... Что-то в этом типе. Что-то в этом роде. Хорошо. Ну, надрачиваю как могу. Хорошо. Хардлиния моя. Показываю оппонентам, что хардлиния моя. В принципе. Хорошо. Давайте, Виндран, еще разочек. Показываю оппонентам, что хардлиния моя. Но этой тычкой он меня не пробивает. Эта тычка не пробивает. Поваршот берет нас 100 маны. Поваршот берет 100 маны. Мы крипов не подтанчиваем. Мой косяк. Я не знаю, что со мной. Почему так сложно было попасть сейчас по варшотам. Вообще. Ложнейшая, походу, задача для меня была. Маны нету, я на базу. Погнали на Б. Не знаю, мой косяк вообще лютый. Как можно не попасть? Но это нервы, нервы. Я не знаю, я что-то как-то... Что-то не идет у меня. Я извиняюсь за такую игру. Ну, типа... Банально. В принципе, можно не уходить, да? Сейчас докупим маны. Курьер где? Курьер где? А, да, кстати, курьер где? Курьера нет, да? Ну и хрен с ним, без курьера будем. Шучу, конечно. Хочу, конечно, без курьера. Он отвернул, вернется парень по-любому. Ой, я не могу даже крипов добить. Но вы сами все видите, ребят. Не могу даже... Так, шекель берем. Next, шекель. Я даже крипа не могу добить. Почему-то... О, деревья заросли, пятая минута. Фармим. Хорош. Ну, не сказать, что реабилитировался, но, ребят, очень отвратительно отыгрываю в хард-линии. Несмотря на КДА, блин, это очень плохо. Я чувствую, что можно намного лучше отыграть, но, видите, не получается. И получаются. Главное, фарма не давать Кору, керри. Вот, конкретно, Шторм Кор. Ему фарм нельзя давать. Сларк к керри, но он тоже как Кор идет. У него позднее будет, позднее атака у него будет, потому что в этой катке его гоняют. Ну, я хард-линию, в принципе, стою. 23 на 10, КС, экспу я не даю. Сейчас поставим себе вардик, чтобы было немного увереннее. Next, возьмем шекель. И постараемся максимально гнобить. Как видите, я линию выровнял под себя. С линии у меня ушли, все правильно. Вот стою в хард-лайне именно вот так. До какой степени нужно стоять в хард-лайне на ВР-ке? На ВР-ке просто стоим и фармим. Ну, иногда можно на ТП-сейвах куда-то полететь, там, кого-то забрать. Но сам смысл виндранки это не Клокверк. Клокверк стоит в хард-лайне до того момента, пока у него не апнется левел. Или там какой-нибудь артефакт. Если дают чуть подфармить, можно подфармить. Но левел А пойти, в принципе, можно уходить. Ставим вард за тавер, нам он тут жизненно необходим. Некор на низу. Стоит такие ХП у него сочные, прям делает ЭП, убивая по варшотам. И все. Сейчас восьмой апнем. Можно будет что-то поделать. Ага, отводник на шторме. Сейчас левел апнем тут еще. Вот так вот делаем. О, у меня шекель есть. Танебру. И вариант. Хорошо, забрали. Забрали. Манку накидываем. Манка нужна. Входим. Через Вендран. Мана эта зарегенится. Что первым артефактом сделаем? Сделаю форстаф. Так как мы в тройке. Форс, дайгер, дефолтные артефакты будут. Алхимик там с сапогом. Но это, скорее всего, какой-то выход будет в радиенс. Давайте вот так вот пришлем себе затар. Просто фармим. Вард есть. Если кто-то придет нас гангать, мы это увидим. Хорошо. Сларк тут не попадет уже. Давайте зарегенимся. Мана, хп. Все вот это дело. И идем нагибать. Три героя на топе. Да, алхимик пришел. Давайте на руну сбегаем. Вдруг там монетка. Алхимик очень сильно подосрем, если там монетка. Три героя на топе. Да, монетка. Забираем. Идем дальше на топ. Возьмем колечко. Хорошо. Шторм, лес, пошел. Прошили. Сларку нагнетать лицо можно. Главное, крипов добиваем, чтобы Сларк левел не был. Он только пятый левел аппул. Только-только пятый левел аппул. Хорошо. Косларка погоняем. Максимально погоняем. Найс, скрипов нету. Хорошо. Пойдет так. Бара помог. Ну блин, Бара я не считаю, что... Это хелпа, когда Бара вот так вот делает. Ну как бы это помощь с его стороны. Но блин, я не считаю, что я что-то делаю полезное. Я все, я шекель... Ну я не знал, что тут деревьев нету, честно. Шекель прогулял. Групп объема Бара. Можно разбег нажать, если что, в данной ситуации. Йо-йо-йо-йо. Ну это плюс еще один фражочек будет. Хорошо. Форсик есть у меня. Радует. На базу пойдем сейчас. Форсик есть. Так как мы в Хээле форсставчик делаем. И будем делать другие какие-то артефакты, которые будут позволять нам использовать потенциал героя. Ну вообще лучше дайгер тоже делать. Форсстав сам по себе. Тоже хорошая вещь. Просто подсейвить. Мы в троечке играем. Подсейвить там кого-то. Или что-то тому подобное. И next там что будем собирать. Но в такой динамике игры можно сделать и арчид в принципе для Сларка. Но это ранней стадии такой можно сказать момент. Ну топ сейчас сломаем и погнали гангать. Топ сломаем и гангать погнали. Пацанам все плохо. Алхимика пора финить. И наверное можно будет в аганим выйти. Чтобы с руки наваливать уже соло. В любом случае. Вот это хардлайна в принципе раскачка. Ну хардлайн еще качается через 2-3 как я уже говорил. Повторюсь еще раз. 2-3 и это наш хардлайн. Погнали на мид помогать. Гот центр. Там все на миду. Сейчас по варшотами будем закидывать. Манка чуть-чуть есть у нас. Мидуокер мощные прокасты. Мощные прокасты. Хорошо. Опа. Ай, не успел. Ну кд было. Кд было. Прокачиваем 11 левел утимейт. 11-12. Вообще надо было виндран взять. Нет смысла 11-12 брать. Жалко, что Рубик убежал. Но он убежал забавно. Эффектно. Сейчас пойду на топ. Сларка надо искать, гонять. 5-й левел у Сларка всего. Сларк не пробивает меня. У меня виндран. Будем сейчас Сларка подгангивать. 5-й левел. Но с 6-м левелом уже тяжелее будет. Вард в лес поставим один. Имба вард поставим. Ага, Сларк пошел дальше по топу. Это очень хорошо. Будем стараться убивать сейчас. Повершотом прошьем сначала его. А потом пойдем уже душить его. Отдельно. Поближе подойдем. Только вот так вот сделаем. 6-й левел. Плохо. Плохо. С другой стороны тут вард стоит. Оп, хорошо. Вардик отлично пригодился. Вардик этот себя полностью оправдал. Сколько фрагов за тавером сделали. Хорошо. Сейчас пойдем вард еще ткнем. Так, 2500 золота у нас есть. Если нам дадут выфармить сейчас Аганим, будет очень хорошо. С Аганимом сможем уже и находить соло и убивать. Ну, вообще, можно тут и линку сделать сразу же первым артефактом, чтобы от Некролайта и танчить именно. То есть, мы сможем уже в наглую заходить в драку. Потанчивать немножко. Ннизу много фарма. Так, давайте вард ставим. Ну, поставлю не имба вард, обычный, дефолтный. Если с ним, вот это имба поставим уже. Ага, вот так вот, значит, да? У вас тут, пацаны, весело. Не знаю, куда этот парень бежал. Хорошо. 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 Ну, меня закинул. Опача. Свяжем. Ну, не свяжу, наверное. Не, связал нормально. Бьем с руки. Хорошо. Отлично. Их тут слишком много. Слишком много. Нету у меня столько ресурсов. Не буду уже вязать, Март Рытка не прыгнет. Да, гитбэк тут просто и все. Ну, агоним сделаем сейчас. Тут можно наваливать с руки. Шторма убили просто за фокус фаю. 3.300 есть. Закупимся. X, Y, W. X, Y, W. И поинт бустер. Прикупим. Ну, нормально, хорошо, неплохо вард себя оправдал. Так, давайте уйдем отсюда тогда. Алхимик пришел. В хардлинии стоим ровно вроде. Ровно в хардлинии стоим. Куда? В G у меня нету. Пара, да нафиг он нам нужен этот, Бара? Соло могли бы. Соло. Хорошо. Вард сразу. Молодцы. Значит, другие варды будем ставить. Я взял сейчас пауэршот на двенадцатом. Ой, пауэршот. Фокус фаю. Уже думаю о своем. Думаю зафармить и убежать просто. Взяли фокуса. Чтобы, если что, душить. А может чуть-чуть осталось, сейчас доколотим. Можно куру в магаз отправить. Ребята там дерутся. Ну, у нас тут время фарминга лютого. Время лютого фарминга. Время лютого фарминга. Хорошо. Хорошо. Оп, есть. Все, гоу, Б. На базу. Двадцать золота сейчас накапает. И огоникчик будет еще. На базу и к ребятам надо помогать. Вот так вот делаем. Все, побежали. На Б. Зря ребята там дерутся так. На самом деле. В меньшинстве. А за счет вот этих драк, которые вот сейчас происходят, игра камбэкается. И очень жестко камбэкается. Левел. Все вот это они. Начинают оппоненты получать. ИГГ. Так, есть у меня кнопочки. На низ, наверное, полетим. На низу фарм. Пойдем чуть-чуть долбить. Но оппоненты камбэкнут эту игру. Союзники просто вот здесь не должны драться. Тем более я ухожу на базу. Я ухожу на базу. Я ухожу на базу. Все это видели. Вроде как. Ну, может и не видели. Ара, вообще так медленно это летит повершот. Так далеко не летит она вообще. Медленно. 10% заведло с каждого крипа. И дистанция сломалась просто. Дистанция сломалась. Так, форсик есть. Можно вообще дайгер сделать тут. И надо с командой сейчас играть. Гоу сейчас сделает что-то полезное. Потому что просто тупо фарм. Мне абсолютно уже ничего не даст. Я сейчас на пике. Можно сказать. У меня есть агоним. У меня есть алхимик. Что он тут делал, непонятно. Непонятно. Гоу инвиз. Соло пойду кого-нибудь кельну еще. Сларка, наверное, какого-нибудь. А он на топе. Сларка на топе. Гоу. Вот так вот сделаем. Опсы принесем. Погнали Сларка искать. А че его искать? Он на линии. Вара уже побежал. Я пешочком иду. Он сейчас убегать будет по-любому. Шадоу Дэнс. Там паунсы. Дарк Пакты. Да, Шадоу Дэнс пошел. Будем здесь встречать. Неужели на ТПшке уходить будет? Не знаю. Ну да, на ТП ушел. Или прыгнул куда-то. Давайте проверим. Где-то. Гоу. Полиция. Я думал, если честно, зацеплю. На типа бара побежал. Там уже никак не зацепить. Гоу. Трагик. Химик. А вот здесь вард. Маккер там солофидонин. Здесь вард. И вот здесь вард. Пустая. Ох, тут вот. Хорошо. Еще можно вот здесь поставить вард. Гоу. Вот так вот. Так, Рубик тут у нас. И Шторм. Плохо. Отвратительное святое. Там БМ. Лоу. ОБМ убивать. Там БМ. Я что-то офигел сейчас. На самом деле. Гоу. 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 Ну и так. Я сейчас надумал со Штормом связать. О, интерпакт. Сойти. Хорошо. Продамажил. Отлично. Задушено. Ой, ой, ой. Это кто такой? Ай, иллюзи. Все понял. Вазар ужок. Линкунекс там или... Ну вообще лучше Хекс сделать. Сразу. Давайте Хекс начнем делать. Начнем Хекс делать. Я барнулась. Сейчас Урса такой подумал. О, это Кура выложила оппонентов. Артефакты. И типа, он бы разбивать начал бы мои арты. Ну взяли Орбу на... Взяли Орбу на... Взяли Орбу на... Этот. На Хекс. На Гуинсо. Рубик прикольный с этим СБМ. Урса. Ты будешь убивать Рошана? Вообще-то Урса должен убивать Рошана на 6-й минуте. Вообще на 4-й. Все, погнали. Что-то идет. Некор идет. Я бы взял. Ну давай. Добьем. Линка откатилась. О. Откатилась Линка. Хорошо. Не хочет, да? Так, ладно. Я в западне. Я в западне. Так. Сларка почти лотар. Форсик имеем. Это хорошо. Сларка почти лотар. Что хочешь. Была бы связка и фокус. Я бы тебе показал фокус. Давайте стики продадим. 180. 220 маны надо. Я убиваю, в принципе. Гоу сюда. 220. Есть 220. Но тут кто-то еще есть. Кто-то в Сларк полу стоит или кто-то. Сларк пришел. 220. Ну тут варды есть. Так, нулик разбили мы. Хорошо. Входим. Поставили, парни. Опа. Опа. Найс. Я мамкин кайтер. Опа. Опа. Хиляется. Убиваемся в БМ. Убиваемся. 7 хп. Нет. Оегу просто так не отдам. 7 хп осталось. На 7 хп бегаем. Давай, давай, давай. Я пропускаю. Чуть подблочил. Странная мартретка. Странная мартретка. Ну давай, мартрет. Души. Бей. Так, у меня ультимайд видит, да, почти? Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, 2 х. Ой-ой-ой, 3 х. Надо бежать. Волосы назад. Давайте обратно побежим. Давайте обратно побежим. Вот так вот. Жестко. Это жестко было. Но я еще не убежал, но надо бежать. Еще шторм жив. Хороший эскейп получился. Ну не отдали стриг, ребят. Не отдали. Почти есть хекс, это радует. В магазик забежим. Хекс. Дальше октарин можно будет делать. Как детей. Нормально ушли. Нормально. Так. Что там у нас? Химики, да, фармят? Ну, у меня есть почти хекс. Жалко, был бы нулик, который я продал. А, так у меня, возможно, он уже есть, этот хекс. Я же воидстоун покупал. Нет? Нет, это не мой воидстоун. А что если взять чужой воидстоун и запихнуть его себе в инвентарь? Ничего не будет, да? Так, ну форс потом мы заменим на даггер. И нам нужно доколотить хекс. В любом случае. О, три варда. Так вот сделаем. Можно так сказать, я тут тройка-четверка. По сути, варды никто особо не ставит. Я ставлю. Погнали на низ. Выфармим сейчас низ. Дойдем на магазин. Окупим себе воидстоун. И заберем уже хекс и пойдем душить. С хексом уже надо работать прям по-серьезски. По кд хекса. По кд хекса надо уже работать прям. Хорошо. Отлично. Так, летс гоу. 600 золота есть. Сейчас 100 золота есть. Алхимик, возможно, в нашем лесу сейчас подфармливает. Вообще, линка тут очень нужна. Октарин, возможно, и линку возьмем. Или возьмем линку, но не будем брать октарин. Я опять фармлю, получается, да? Мне нужно будет стол здесь купить, и я побежал. Есть еще в тпшечку. Еще в тпшку. Хорошо. Пойдет. Берем тпшку. Можно, в принципе, уже не свести, потому что у нас вроде ребята там справились. Вардик к нем. Вардик к нем. Ну, получается, тройка-четверка у меня здесь по билду вышла. Потому что я вроде и варды ставлю. И... Хард линию стоял. Можно сказать, тройка-четверка. Вард. Хорошо. Тэшку можно снести. Смело. Просто аккуратно. Ах, хорошо-то как. Хорошо. Гоу, ребятам помогать. Гоу-гоу-гоу-гоу. Рубику Хекс. Опа-ча. Опа-ча. Бежать. Опа-ча. Настоящий? Сейчас задушим. Не задушили. Задушили. Хорошо, но на тоненького. На тоненького. Прям. Задушили на тонкого. Шторма. Кстати, врыв сейчас будет, да? Полетел. Опа, пошло дело. Джи-джи. Хорошо. Этого тоже можно. По КД. От КД его. Можно было. Хекс почти есть. Адет тут вардик к нему. Хороший. Вард у нас. О, вот сейчас тут вижен есть. Найс, деревьев нету. Через вижен сейчас убьем, пацаны. Идет он? Нет, не идет. О, идет. Все, аура запалилась. Давай-давай-давай. На некре, бро. Смотри, что делает. Вот извращенец. Деревья есть там, кстати? Буем нажал. Лятый крыса. Буем нажал. Деревья. Я вообще на самом деле чекал деревья. Там есть? Нету. Нету деревьев. Ох, некр. Пошел. Смотрите, вард снимает. Крыса. Вот так еще раз делаем. Что next там делаем? Ну, next там можно, блин, начинать делать окторины. Что-то тому подобное. Мы еще, в принципе, игру не выиграли. Возможно, тут даже БКБ придется делать. Нас ребята пошли фидить, да? Let's go. Тоже пофидим. Вы раскидываете. Поваршот. Поваршот. Буем нажал. АБМ убился. Эх, ну почти. Хорошо. Ну, пойдет все равно. Порсанул поближе. Хотел к дереву. Не удалось. Немножко. Не удалось немножко Коудушить. Опа-ча. Сларки. Креветка, Вич. Вот этого пацана надо. Ладно, не связал, но ничего. Понял. Шторм не дает. Шторм не дает. Убивать. Ой-ой-ой. У него рипер есть еще. Мне нужно аккуратно мансить тут. Опа, шекель. Есть. Ну, как обычно. Мой шекель-шот это классика жанра. Хорошо. Но пойдет. Все равно пойдет, ребят. Вот здесь, не знаю. Ну, в такой ситуации, конечно, тяжело. Еще и рискованно, что там может быть, блин, рипер. Понимаете? Очень рискованно. Я поэтому не рисковал. Ну, забрали и забрали. Хорошо. Даже эта ошибка, которая... Которая у меня была, в принципе, она не сильно решила. Гол, бустер. Бустер. Хорошо. Это что там? Вард стоял. Лоу. Там сцентри стоял. Я туда обсерпас. Ладно. Ах ты шторм. Иди сюда. Хекс там. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знаешь, 12 тычек. Хорошо. За хекс просто. Нормально. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не связал 2Х. Ой-ой-ой, не знаю, что делать. Не знаю, кто настоящий. Кто настоящий? Манту дает? Вообще непонятно. Скорее всего, Акторина и МКБ тут будет еще. Акторина и МКБ. Хорошо. Отлично. Ну, торопится Алхимия куда-то, непонятно. Деви. Все на дефо шли, братан. Всем все равно. Мусор. Ну, пойдет. Так, далее. Что мы делаем? Можно идти Рошана и, в принципе, заканчивать катку. И добить Акторин бы еще. И МКБшку добить было бы вообще люто. В принципе, в таком билде я даже могу сливать. Ребят. Получается сливать. Ребят даже в таком билде. Это не керри билд, это чисто саппорт. Такой билд у нас получается и вроде все отлично. Вард стоит. А, ну там же не вард, они на одном хайграунде находятся эти. Возвышенности одинаковые. Найс, как обычно. Это я, Азиас. Это я, Азиас. Хекс дам. Могу я связать нормально, ребят? Не могу связать. Не могу связать. Не достань. Не достанет, естественно. Я чисто шекели раскидываю, как колхозник. Бай, по маршруту тоже мы и достал. Оставляет желать лучшего. Ну, Джи-Джи. Это минус топ. Джи-Джи. Го. Куда гоалхимик там гоукать собрался. Я пошел за актарином. Сларк не дефит даже. Это хорошо. Так, есть актарин. Актарин имеем. Так, ребятки. Очень много ошибок по этой игре у меня абсолютно. Ну, блин. На самом деле, Виндранке... Виндранкой через форстав немного тяжеловато играть. Если бы, я понимаю... Если бы это была у нас... Именно Виндранка через какой-то корбилд, то можно было, да, через даггер намного легче с шекелями попадать. Намного легче. Ну, я тут просто с форсой. Мне с форсой очень тяжело на самом деле. Дистанция не такая. Плюс, как форсанет, так немного тяжеловато обрабатывать всю эту тему. Опасненько. Не хочется свидеть. МКБшка почему? Там промах. Можно МКБшкой добить. Я и с руки, в принципе, наваливаю. И команде помогаю. Поэтому я считаю нужным. Конечно. Так, так, так. Опа, взорвался. Взорвался. И с руки напихиваем. Хорошо. Потом у нас еще живой. Никто. Так. 2К имеем. Минус две стороны. Я бы на самом деле что-то бы поделал. Типа пошел бы вот так вот. По топу. Алхимика убили без ББК. В принципе, можно заканчивать уже игру в данный момент. Но я бы еще поигрался. Потому что для гайда нужны каточки интересненькие. Интересные для гайда нужны каточки. Кстати, под Актарином можно вечно в Вендране бегать. Держите в курсе. То есть у меня Вендран откадешивается. А, КД больше намного. Во второй доте я помню... А, там, по-моему, еще прокачка во второй доте. Я помню, я собирал Вендранку во второй доте через Актарин. И получается, Вендран не заканчивается. Тут это, к сожалению, не вторая дота. Что-то я подзабыл эту тему. Ну, 10 секунд. Каулдаун у нас получается, ребят. На данную способность. Горошана. Задушим. Что делать? Захиксим. Ага. Рошика нету. Забыл я, что тут совсем немножко по-другому. Совсем немножко. Ну, совсем по-другому. В Вендране по КД не побегаешь. Почему-то, кстати, думал, что побегать в Вендране можно будет по КД. Да. Это была самая большая ошибка. С моей стороны. Так, подумайте. Кто там? Некор. Сегодня Некор попробуем. Некор попробуем. Через какого крипа? Через вот этого получится? Найс. Как обычно. Слишком много крипов. Как тут связать? Никак тут не связать. Не связать. Можно еще крит сделать этому герою. Изи вообще. Крит делаешь, криты очень частые будут. Когда-нибудь свяжу я через героя, интересно. Наверное, к минуте 90 свяжу через героя. Кого-нибудь. Так, на этой иллюзии. Видно, по дэмэджу. Не знаю, без Некор бы тут отойти, наверное, надо. Здесь трой, без Некор, без. Ой, СГГ. Да? СГГ. Ну, не ГГ, но я убегу. Опа-ча. Это что за форстав у тебя такие? ВВМ? ВВМ я драться не буду. Ну, вот так можно уже. Хорошо. Как связать тут? Опа, добиваем. Хорошо. Кто там еще жив? Вот так вот сделаем. О, креветкус. Ну, я тут умер. Я тут умер. Креветка, байбек. Я не видел, что он байбекнулся. Моя ошибка. МКБ нужно, не пробивая. Алхимика, промахи, промахи, промахи. Мог бы его убить, кстати. Забычить. Да, не удалось. Все-таки сфидели. Ответим пацану на его же языке. Так, Сларк, Сильвер, Яша. Яша непонятный, конечно, выбор с его стороны, я считаю. Ну, да ладно. 60 секунд таверны, ребят. Чилим. Доберем. МКБшку. И надо закончить. С МКБшкой уже стопроцентно. Сларк забрал, пошел. Холи щит, Годлайкович. Но у него ночной вижен, инвокер, ты спалился. Сларк, знаете, почему ушел? Ну, что ночной вижен у него очень хорошо, он все видит. Ночью. Вот здесь инвокер уже спалился. Инвокер с ПТшкой. А Лакрити и ГГМ он тут не уйдет. А, ну, Лотар равно не визуимость, так, конечно. Так, ну что, ситуация такая, ребятки. Сфидели. Доделываем МКБшку. Акторин. Акторин. У инвокера вообще ничего нету, кстати. Я инвокера перефармил на своей роли. Мидер у нас. Инвокер с Мидасиком. Немного, ну, не перефарм... Ну, это радует, на самом деле, когда Мидера перефармливаешь. Ну, это как бы плохо. Ну, а с другой стороны, это радует тем, что понимаешь, что хорошо сбалансированно сыграл в этой игре уже на данной стадии. Ребята там дерутся. Не знаю, эти помогатели, нет. Дофармить МКБшку. Вообще, этот дофарм можно... Найс, вот это вот в 85-й карте подвешит. Может, не дофармить, надо пойти просто с Ларка убить и все. Тексам удаешь. До свидания, говоришь. Ой-ой-ой, ну, вот это отвратительная связка какая-то. Непонятная, честно. Непонятная связка. Хорошо. Штормы провязали. Вбился с фокус-фай. Забавничка. Некра можно попробовать убить. У меня есть за хексы, за фокус. Плюс шекель. Смерть ему сразу там. Все, есть. Попал шекелем уже. До свидания, 100%. Найс, МКБшку доколотили. Мортретка топ тем временем ломает. Тяжело так не сбить. Санстрайк дал бы. Ладно, у нас там Мортретка заканчивает уже, да, я так понимаю. С химиком драка у них там. Опа, химик выкинуть склянку не может. Опа. Джи-джи. Нажимка Бшка не понадобилась. Хорошо. Ну, нормальная катка вышла, я считаю, в принципе, более чем. Неплохо. Неплохо задушили. Команда молодцы. Сделала все, что нужно. Ну, я, получается, меньше всех сфидил, да? Это радует. Вендранк включили и победили. И все. ГГ, ребята, вот такая катка у нас получилась на Вендре в тройке. Что нам остается теперь сыграть еще? Какую катку? Нифига, она вверх стрелу закидывает. Вы видели? Я не видел такую анимацию. Вы видели такую анимацию? Я не видел такую анимацию. Прикольно. Вы видели такую анимацию? Я реально не видел. Ребят, в общем, что нам остается? В тройке мы сыграли, в двойке мы сыграли. В жесткий дамаг попробовать сыграть. В принципе, мы сыграли через центральную. Я 7 урон вынес. И можно собраться в жесткий урон, наверное. Давайте, блин, я не знаю. Опять-таки, вот у нас вот эта катка тройка-четверка получилась. То есть мы и вардик поставить, и на тройке отыграли. Получается тройка-четверка, и шекель мы тоже так же подраскачивали. Поэтому, ребятки, наверное, сыграем в жесткий лютый дамаг еще на этом персонаже. Ну, я считаю, что вообще этот герой вот и в таком билде хорошо играется, и в первом билде тоже отлично играется. Давайте соберем теперь в овер жесткий урон, чтобы прям с пауэршота... Да и так, в принципе, с пауэршота хватает урона. Ой, с пауэршота с фокус фай, плюс совместно еще какой-то дэмэдж. Но сейчас посмотрим. Может, что-то придумаем новенькое. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok